По словам зоозащитников, теперь Владимир Храпов говорит о том, что не является исполнительным директором ООО Рязанский конный завод, а занимается поставкой корма для предприятия. Анна Каляпина, чей адвокат выступал с оправдательными комментариями в тот момент, когда завод посетил министр сельского хозяйства региона, также не имеет отношения к данному предприятию. Она в сельском хозяйстве совершенно ничего не понимает, тем более не разбирается в коневодстве. И ей совершенно наплевать на судьбу этих лошадей. Анна Каляпина – это дочь хозяина Рязанского конного завода. На нее переписаны земельные участки, но вот именно этот участок и именно эта конюшня сейчас находятся под процедурой банкротства и на Анну Викторовну не переписаны. То есть это все лежит в открытом доступе, как проверяющие органы, собственно, не удосужились этим воспользоваться. Непонятно совершенно. Генеральный директор и учредитель предприятия Душутин Виктор Иванович. В прошлом судимый, что подтверждают нынешние волонтеры конного завода и другие наблюдатели. По словам бывших работников предприятия, именно под руководством этого человека завод пришел в упадок. Никогда лошадей голодом мы не морили. На моем веку, когда я работала, такого не было. Когда вы работали, там кто-нибудь вообще с лошадьми занимался, объезжали? А как же! У нас спортсмены было. Восемь человек спортсменов было на спортивном отделении, на отделении тренинга. Мы выезжали на соревнования, мы участвовали в испытаниях каждый год, завоевывали кубки. И вот самый последний при моей работе, вот в 15-м году, нас наградили в Москве Кубком Отечественного конного заводства на всероссийские соревнования «Гордость России». То, что мы, как лучший завод, производитель тракиневской породы лошадей. По словам бывших работников завода, которые уволились в 2015 году, тогда лошади были упитаны. В среднем за год погибало не более трех голов. Сейчас же, после широкой огласки проблем предприятия, в новостях начали появляться оправдательные репортажи и статьи, где говорится о том, что скандал с больными и погибшими лошадьми спровоцировали люди, которые хотят перекупить земли завода по бросовым ценам. На конюшне стоят лошади частных владельцев, арендаторов. И эти лошади кормились постоянно. То есть они не худые. Их выпустили, судя по последнему репортажу с участием министра сельского хозяйства, их выпустили в общий табун для того, чтобы разбавить вот эти вот кости. Самых худых, самых страшных или спрятали, или с ними что-то сделали, неизвестно. Но ни в репортаже не мелькнула кобыла с большой опухолью на ноге, с которой она ходит уже год, и ей не оказывалась ветеринарная помощь. Значит, не показали в репортаже самых худых лошадей. Это подсосные кобылы с жеребятами. У меня такое ощущение, что им показали не все поголовье. То есть им не показали самых страшных и худых лошадей, а именно маток тракенинской породы. Я там видела тяжеловоза показали, потом спортивную лошадь показали. А маток, такое ощущение, что правда их или утаили от них, от проверяющих, или же, как говорит Дмитрий Игоревич, что я смотрю, все лошади в порядке. Или он как зоотехник, ничего не понимает, что ли. Зоозащитники также подтверждают, что в последних репортажах и восьмимесячные жеребята являются недокормленными, с виду им не более трех месяцев. Более того, активистам удалось подтвердить падение как минимум шести голов за ноябрь. То, что на этом заводе, не вызывает сомнений. Они пытаются юлить, говорят, что это на каких-то соседних конюшнях. Нет, там на фотографиях присутствует здание и внутреннее убранство, так сказать, данной конюшни. Значит, данная конюшня частная собственность. Но это частная собственность ООО «Рязанский конный завод». По фото и по видеоматериалам, в том числе и вашей телекомпании, скажем так, видеоподтверждение падежа трех голов. По еще пяти головам, значит, подтверждение дали списочное в институте коневодства. Зоозащитники говорят о том, что попав на завод в начале прошлой недели, они в действительности не досчитались еще нескольких жеребят. При этом в это время на заводе коней не продавали. Скорее всего, отказ в покупке связан не с тем, что, значит, вот якобы хозяйка не дает разрешения, а с тем, что поголовье, так же как конюшня и так же как земля, находится под арестом по процедуре банкротства. Там долги перед работниками по зарплате, там долги перед налоговыми службами, там долги, вот просто вот, они не платили никому. И сейчас, собственно, расплачиваются вот этим вот заводом. После процедуры банкротства имущество, скорее всего, будет выставлено с торгов, а лошади – это тоже имущество. То есть они будут выставлены с торгов, скорее всего, будут продаваться всем скопом. И процентов 70, что они уйдут всем скопом исключительно к мясникам. Странным в этой ситуации является и то, что более 37% акций конного завода принадлежит иностранному учредителю. Эта информация есть в свободном доступе в интернете. По мнению зоозащитников, руководители предприятия могли использовать сейшельские офшоры. Такого случая в российском конозаводстве нет. То есть, я так думаю, что там вообще надо поинтересоваться соответствующим службам, не осуществлялись ли какие-то нарушения налогового законодательства, не осуществлялся ли там какой-то отмыв денег и так далее. В это же время, буквально на днях, Госдума увеличила срок по этой статье Уголовного кодекса с максимальным сроком лишения свободы до трех лет. Глядя на все происходящее, зоозащитники и неравнодушные люди не намерены сдаваться. Они переживают за общее наследие России, за тех лошадей, которые были привезены в Рязань после Второй мировой войны из Германии. Люди обеспокоены и тем, что последний потомок пепла – лошади, победивший на Олимпийских играх в 1972 году, в этом году погиб. Чтобы защитить оставшихся лошадей, зоозащитники сейчас обращаются к депутатам Госдумы, в прокуратуры, в суды. В это время рязанские казаки обратились к депутату Государственной Думы Наталье Поклонской, а также к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Настал тот этап, когда люди перестали надеяться на региональные министерства и ведомства, которых, по мнению зоозащитников и бывших работников завода, нынешние руководители предприятия сумели обвести вокруг пальца и пустить им пыль в глаза. Анна Герцовская, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 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 Продолжение следует...